Классика советского кинематографа. Фильм 1936 года. Веселые ребята. А это песня мексиканских революционеров. Ла Аделита. 1910 год. Вот популярная в 70-х годах песня «Нежность певицы» Майя Кристалинская. Как мне несколько часов прожить. Подозрительно. Похоже на простую симфонию английского композитора Бенджамина Бриттена, которая была написана за 40 лет до песни «Нежность». Мегазвезда советской сцены Эдита Пьеха и песня «Город детства». Как две капли воды, похожа на песню «Гринфилд» группы «Бразерс Фор». И таких примеров наглого и бесцеремонного плагиата советского искусства у западных соседей. Сотни, если не тысячи. В СССР был железный занавес. Население никуда за границу не ездило и было отрезано от мировой культуры. А вот режиссеры и композиторы в заграничные турне ездили часто. Оттуда и черпали новые идеи для творчества. Процент плагиата в глобальном подходе, он, конечно, велик. И люди не внушаются этим пользоваться. Такая культура, опять же, часть культуры. Технологии, культура, произведения, литература, музыка, кино. Все это воровалось и воровалось на протяжении сотни лет. Леонид Гайдай. Мастер советской комедии. И его киношедевр «Кавказская пленница». Это же вам не лесгинка. Атвист. Показываю все сначала. Сценарий фильма. И главные герои. Трус, балбес и бывалый, как две капли воды, похожи на американский фильм «Песня мошенника» 1930 года. Советский Союз уже давно распался. А традиция нагло воровать у российских сребричей идеи Запада и выдавать их за свои осталась. Дискотека «Авария». Радиорама. Группа «Сливки». Дим Мартин. Такая тенденция существует в российской культуре и не только, что люди активно пользуются чужими идеями и называют это потом российским продуктом. Это было всегда и продолжается. Зачем тратить время и что-то придумывать, если можно просто подсмотреть успешную западную модель и переделать на русский лад? Если мы углубимся в историю Российской Федерации и глобально посмотрим не только на культуру, но и вообще на саму государственность российскую, так называемую, то мы увидим, что там в принципе с***но вообще все. Российский медиарынок огромен и неповоротлив. Денег много, потребитель не прихотлив. И вряд ли за Уралом кто-либо слушает английскую музыку. Она непонятна, то ли песни на русском. Они должны потреблять примитивный продукт, потому что нет смысла с точки зрения коммерческой адаптировать продукт под калмыков, под удмуртов. Вот именно поэтому в их артистах умерло это творческое, погибло это творческое начало, потому что работала исключительно механика. «Ласковый май», «Белые розы» песни можно писать. И можно с этой песней, в принципе, лет 30-40 кататься по территории огромной России. И где-нибудь в Удмуртии тебя точно ждут. Понимаете? В Украине, ну ты год-два покатаешь, ну собственно, Европе, да? И просто, ну, надоест людям. Люди захотят чего-то нового. Судиться за авторские права с русскими, так называемыми селебрити, тоже дело неблагодарное. Можно выиграть судебный иск. Но вот вызыскать финансовую компенсацию просто нереально. Все, что происходит там, этому верить нельзя. Все, что не говорят, вообще ни единому слову. Ни в политике, ни в культуре, ни в судах.